Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну... Бомбанула из-за того, что Все... Девушек там показывают с макияжем, с лаком и т.д. Короче... Давайте прочитаем коменты Восхваляйте свою дочь, а других Зачем оскорблять... Некрасивая девушка Статья о детях знаменитых родителей А не о том, что они лучше всех Мозги у вас есть вообще? Уж простите за хамство А А А А АА Вот это обомануло В Подборке Шикарнейшей девушки Узбогойся Я тоже орощи На весь дом прооралась Что же вы дочь-то позорите свою??? Плюс некоторые Девушки с подборки имеют натурель На东... натурель... какую-то? Натурель красоту И они по красивее вашей дочуры Так люблю спорить с ежемамками бомбящими. Нет. Руслит. Это хороший ник. Очередная ежемамка. Вам не стыдно себя так вести? Ваша дочь такая же, как и все. Ну, короче. Всё понятно. У нашей Риты бомбануло. В общем, как всегда. Ладно, едем дальше. Итак, переходим к следующей истории. Так. Мамаши, вы совсем что ли обезумели? Еду в тралике, стою у выхода такси, так как сейчас будет моя остановка. А тут выходит мамка с маленьким ребёнком. Голым! Кобец. И, блин, держит его и говорит ему, писять на дверь тралика. Блин, это какой-то капец. Ничего, что тут люди ходят по лестнице этой. Ещё потом несёт всем этим, блин. Сделала замечание. Это разорвался. Ко-ко-ко-ко-ко-ко! А чё мне ещё делать? Это жеребёнок! Ещёнок! Я в трансе просто. Ну, нахер! Отец! Ну, что можем сказать? Типичная я же мать. Вот... Зачем? Вот почему нельзя было... Пописывать, ну, дома там, на улице, там, в кустике, там... Вот, в кустике, зайти там, пописать, чтобы никто не видел. Ну, вот почему, зачем на дверь писать? Возможно, у этих ежематерей мозг размером с орешек. Хотя его вообще нет. Ну, да ладно, едем дальше. Предпоследняя история у нас дальше. Вот вы знаете, все смеются и ставят лайки. А меня раздражают шуточные фотосессии мужиков с кузами, украшенными цветочками или рисуночками. Пародия на любимые позы будущих мам. Вот это типа задумчивые взгляды внутрь себя или вдаль. Ладони, пивно, на животе, сложенные в оберегающем жесть. Я вижу в этом насмешку издевательства над женщинами, которые находятся на пороге очень серьёзного испытания. Абсолютной и необратимой перемены в жизни. Роды с неизвестным исходом, потом месяцы депривации и сна, потом годами, ежесекундной ответственность за жизнь другого человека, которую зачастую даже ни с кем не с кем разделить. Мужик такой с пивным животиком кривляется на клаверу. Какое волнующее испытание его ждёт? Какие украшающие жизненные ситуации? Лишний бокал другой пивка и свежие колбаски с сальмонеллой? Пиздец, пиздец. Скорее всего, Арния на три года. Или срок. Хотя, кто его знает вообще? Так, бомбанула, походу. И посмотрите на имя. Карпова-карпова. Оскара. Это ежемет. Ну, или это ежебатик какой-то. Ну, не знаю. Короче. Типа, вот арки. Типа, по имени, возможно... Короче, возможно, это ежемет, который я поставил на аву. Не свою фотку. Вот почему все так относятся к шуткам? Вряд ли вот этот вот прикол старается задеть матерей. Вряд ли цель этого прикола оскорбить. И вот это вот, какие угрожающие ситуации. Лишний бокал другой пивка. Несвежие колбаски с сальмонеллой. Знаете? Армия пожёстче, чем уроды. Вайки, если тоже так считаете. И... Если женщина хочет испытать каких-то... Ну, вот таких вот хардкорных ощущений. Вот таких вот. Которые не сравняются с родами. То пусть идёт в армию. Ладно. Давайте переходим... Итак, последняя история. Рассказ подруги. Интересный случай произошёл у нас в минувшей ночь. Девушка делает заказ. Нахожу и отправляю ей машину. Спустя минут 20 она перезванивает и интересуется, а собственно где? Поднимаю заказ. Вижу его в обмене с меткой Пьяный. С недавних пор мы вручную ставим пометки к каждой отмене, чтобы все дисы видели причину. Не вышли отменены клиентом. Пьяный, неадекватный, не верный, а дезисы и т.п. Удивляюсь, ибо по голосу девушка вполне адекватна. Интересно, одна ли она едет, бывает, трезвый человек заказывает тачку для пьяного друга. Одна. Звоню водителю, мол, что за кренделя? Он ещё в бой? И Шентранси говорит, что отмена пришла из диспетчерской. А сразу следом новый заказ в этом же районе. Он сейчас везёт клиентов. Я уже на нервах нахожу машину в соседнем районе с маячиком выручи. Время подачи 15 минут, то есть дофига. Извиняясь перед девушкой, благо, она оказалась спокойной. На смене я и недавно пришедшая к ней тётка, я за старшую. В общем, я к ней. Вы от меня. И тут она выдает прекрасное. А из этого же района вызывала машину, женщина с ребёнком. Машина на районе одна была, так что я отменила заказ для девки и направила водителя за ребёночка. И я нахожу этому всё больше подтверждений. Я орала, как жаненый в жопу у вас. Ну, если вы хотите что-то поняли, ставьте лайк. Или пишите комментарии. Ну, я не понимаю, что тут вообще было. Ну, то есть, отменили заказ, чтобы направить водителя за ребёночка. Возможно, что эта девка забыла ребёнка. Или у неё не было ребёнка. Возможно, всё-таки первая. Ну, ладно. Пришло время подводить итоги. В общем, это был пилотный эпизод рубрики «Я же мать». Если вы хотите продолжение этого контента, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. 10 лайков равно новый выпуск. Ну, а на этом всё. С вами был я, Стив. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok